Мы рады вас видеть на традиционном уже делом завтраки и организаторами которого является 7-й класс Низаева Камиля и Яла Руслова. Мы долго думали о том, кого пригласили на наш деловой завтрак. У нас уже были и певцы, и художники, и актеры, и даже депутаты. Но мы поняли, что на нашем деловой завтраке не было человека, который занимается производством. Итак, мы приветствуем Салахиева Айрате Каптельбаровича, главного инженера технического комбината Майский, и его супругу Лизанну Михайловну. Чем в два раза превысило по крепости населения. Об этом заявили в российской материхозе. Наращивание урожая, по мнению экспертов, связано с запретом поставок турецких овощей. Между тем, у тепличного комбината Майский меньше очередной рекорд. Почти 42 тысячи тонн свежей овощной продукции. Такого урожая на сезон еще никогда не было. Что кроме традиционных огурцов и помидоров выращивают татарстанские тепличники, узнаем из репортажа Дмитрия Фторова. Площадь зимней теплицы одного из крупнейших тепличных комбинатов России – 37 гектаров. Каждый сезон здесь новые рекорды. Еженеделя на предприятии вне сезона период производят более 1000 тонн огурцов, 100 тонн томатов. Специалисты прицепно-светокультуре выращивают салат, базилик, укроп, петрушку. С прошлого года неплохо пошел перец, сразу несколько видов. Главное, что все это экологически чистые продукты без граммов пицицидов. Мы используем биометод, используем светолагушки в своей работе для ловли вредителей, для учета ее численности вредителей. Используем биометод, своя есть у нас в лаборатории. Раньше, вспоминая этого чего-то, приходилось поливать шлангов вручную. Сегодня весь процесс автоматизирован. К каждому растению подвезена капельница, через которую поступает специальная смесь. Она формируется из разных биологически активных веществ. В другом цеху взращивают разные виды овощей и ягод. Самый трудоемкий уход за плотациями земляники. Она плодоносит всю зиму, но требует постоянного внимания. Высадили маленький кустик, он набирает силу, укореняется. В дальнейшем получается цветение, и уже потом мы, говорю, где-то октябрь-ноябрь делаем сборы. Миряуша Патманова – тепличница потомственная. В подорных теплицах работала ее мама. Маня грудочку брала с собой ухаживать за растениями. Мне это очень понравилось. Я что-то там старалась ей помогать еще. А потом, видимо, мне это осталось. Мне вообще очень нравится, как вот ухаживают нам за ними. То, что вот подкручиваем, подвязываем кисти. В новых теплицах, которые появились в регионах России за последние два года, предусмотрены обеспеченные светом в течение полных суток. Это позволяет томатам расти быстрее. Кроме того, там постоянно поддерживается тепло. Система умного контроля позволяет дистанционно с помощью компьютеров регулировать температуру. Но на тренизации производства еще половина дела. Важно удержаться на рынке. Майскому, в отличие от других подобных производств, это удается благодаря двум построенным энергоцентрам. Они вырабатывают электроэнергию, которая в разы дешевле рыночной. Это сказывается на себестоимость овощей. Энергетики так и говорят. Наша задача из киловатта энергии – получить килограмм продукции. Электрическую энергию превратить в световую энергию, которая прирабатывается в химическую энергию. В последовательности все это ложится настолько, как в виде готовой продукции. В этом году в Майском тоже ожидает урожай не менее 42 тысяч тонн продукции. Важно, чтобы овощной рынок был прозрачным, а свежие овощи были доступны для массового потребителя. Ассортимент скоро тоже будет расширен. Уже на днях здесь рассчитывают получить первый промышленный урожай голубики. На основе цветокультуры эту ягоду в России еще не выращивали. Многие даже не задумываются о важности здорового питания. Потому что в наше время уже открывалось много ресторанов, кафе с быстрым пунктом питания. И мы даже не задумываемся, что это очень сильно вредит здоровью. И то, что нам говорят, что там качественное мясо, качественные котлеты, например, в тех же самых бургерах, то это, конечно же, не правда. Но софосматики выставляют же только полезные, а самое главное, и качественные, и экологически чистые вещества, а также продукты. У нас был вопрос. В чем суть в вашей работе, и что вам нравится и не нравится в ней? Я инженер, понадобилось 5 секунд, чтобы включить микрофон, да? Наверное, потому что волнуюсь сильно. Добрый день, доброе утро всем. Сейчас, говоря, я первый раз выступаю перед такой интересной аудиторией, но, тем не менее, я думаю, что это очень хорошая жизненная наука. Мы заметили, наверное, у многих есть дачи, и на даче есть теплички, которые вы тоже выращиваете. Горчики, помидоры, ваши бабушки или бабусы. Так вот, если вы заметите, то технология выращивания очень сильно отличается от того, что вы видите у себя на участке. То есть здесь, вот даже картинка передана, видите, чистый белый пол. То есть, в принципе, ни граммы земли здесь нет. Все выращивается на специальных генеральных кубиках, которые находятся в специальных желобах. В желобах уже подается питательные растворы, все необходимые для жизнеобеспечения растений, вещества. Тепличное овощеводство, я просто коснулась немножко истории. То есть в советский период оно было, в принципе, развито. То есть мы должны построить достаточное количество цеплеть, которые обеспечивали население нашей страны. Переходный период в 90-е годы и нулевые годы все это было успешно разрушено, позакрывалось. И в современную историю уже после 2005 года начало строительство заново. Но уже подходы к строительству были другие, как бы повторяться буду сейчас. То есть новые конструкции цеплеться, они очень, наверное, разберегающие наших широтах. В третьей световой зоне, где мы находимся, это очень актуально. Естественно, все это автоматизировано. В принципе, все процессы, которые там есть, кроме сбора и ухода за растениями, они все автоматизированы. Все на компьютере, все через интернет-ресурсы сейчас можно посмотреть дистанционно. Мне, как инженеру, это действительно очень интересно, как бы именно с профессиональной точки зрения. В принципе, то, что интересно для меня в моей работе, это инновации, новые технологии, применить самых современных достижений в такой, как бы, не очень свойственной для этого сфере как типичного счета. Хорошо, все понятно. А получали ли вы другие предложения работы? Если да, то от кого? Честно говоря, получал. Когда я только после окончания института пришел на работу, то, как вы поняли, я попал именно в период становления новой типичной технологии. Поскольку это было действительно новое для меня, тем более это было очень интересно, и я занимался этим не только в рабочее время, но иногда и вечерами оставался, и родные, вот, супруга не дастся раньше, пропазал на работе днями, практически иногда и ночами. Но их типичный комбинат власти, в общем-то, очень знаковое предприятие для республики, и очень много гостей приезжают именно к нам. То есть есть такие вещи, как Кремль, Раевский монастырь и КамАЗ, вот, допустим, и типичный комбинат власти состоит в этом же ряду. Нас очень сильно за нами как бы наблюдают президентки первой, которые, Виталий Шаревич, и сегодня не стоящий, поэтому мы свое лицо должны поддерживать каждый день, каждую минуту, быть готовы к приему гостей. Вот, когда к нам приезжали гости, которые занимаются и типичным обучиваться у себя в странах, и, видя, как работает молодой специалист, хорошими знаниями, уж без ложной скромности способный, они пытались, делали предложение и предлагали переехать им на работу. Но, как-то, скажем, что не поддался я на эти буговоры, и в итоге вот до сих пор работаем в северном комбинате, и очень рад, что так случилось. Мы знаем, что у вас есть трое детей, как все, которые учились и выпустились в этой школе. Не хотели бы вы, чтобы ваши дети пошли по вашим стафанам? Ну, не то, чтобы я это не хотел, чтобы они пошли по моим стафанам, но, если вы имеете в виду именно техничный обучивост, то я бы не настаивал. У меня, у меня мальчики, они инженерного плана ребята, и очень живо интересуются и IT-технологиями, и так далее. Вот, в частности, малыши сейчас сидят за компьютером. Поэтому, если они свяжут свою жизнь именно с этими технологиями, я буду их во всем, наверное, поддерживать и только буду радоваться и, надеюсь, успехом. Хорошо. С детьми все понятно. А какие качественные супруги вы цените больше всего? За что вы ее любите? А за что? Вы, так сказать, как бы, считаете то, что она что делает неправильно, а что все хорошо, а что делает правильно, как он будет идти? Ну, вот, с подковой руки вопросов. Ну, вот, начну с того, что в прошлом году мы все-таки отметили серебряную неделю, вы знаете, до 25 лет совместной жизни. если мы, как бы, дожили до такого серьезного возраста в нашей семье, значит, у нас в семье есть взаимопонимание, любовь, и нет такого человека, у которого не было недостатка. Ну, вот, моя супруга, она очень, как бы сказать, домашний человек. Она, что называется, настоящая жена, настоящая хозяйка. То есть у нее золотые, в принципе, как бы для этого хозяйки руки. Она умеет очень хорошо все печь, шьет, вышивает. Даже вот недавно сюрприз мне сделала, начала рисовать картины. Просто мы в доме хотели одну стену красить, искали картины и никак не могли найти. Вот, ездила в магазину. Я в шутку ей предложил, говорю, ну, возьмите, сама нарисуйте. Вот, однажды она пропала и привезла кучу всяких красок, масел, ее всяких кисточек и смотрю, теперь рисую. Это человек творческий, очень теплый, домашний, благоу общения. Иногда мы ругаемся, вопросы бывают спорные, особенно вот и воспитание детей, и некоторые другие. Ну, скажем так, что она меня устраивает. Ну, кстати, у нас очень много общих интересов, и это может быть даже важно, важно, мы очень любим путешествовать, мы очень любим заниматься садоводческими какими-то делами, то есть очень любим кино, допустим, тоже, концерты, театры, мы очень часто ходим. Вот эти общие интересы, они нас когда объединяют, сближают, и мы уже друг без друга, в принципе, и не представляем, наверное, в жизни. Даже когда засыпаешь один, а супруги рядом нет, кажется, что у человека не хватает. Ну, а про недостатки мы знаем, и будем их, как бы сказать, но сделаем все, чтобы они нам не мешали. Даша, наши четыре года. Хорошо. Спасибо вам большое за ответы на наши вопросы, которые нас очень сильно интересовали, но, возможно, у наших гостей тоже что-то есть, и что бы они хотели вас спросить. Спасибо. Если да, то с вами раздавайте ваши вопросы. Где и в каком конкурсе вы заработали свои первые деньги, и на что вы их потратили? В 89-м году, 1989-м году, после окончания средней школы, я поступил в Казанский авиационный институт, и, вы представляете, 90-е годы, это был очень трудный период, задержки зарплаты, кто-то, может, уже новейшую историю изучал, вот, и после первого курса я поехал в строительный отряд в Хоми Айсэ, это далеко на севере, и два месяца работал там строителем. То есть я и вымудрился получить квалификацию бетонщика, и заработал, в принципе, достаточно серьезно для того периода денег. Могу сказать, что зарплата на нашем комбинате в тот момент была около 3000 рублей в месяц, и я заработал там 15 тысяч. Первое, на что мы потратили, и когда я приехал домой, это был цветной телевизор, сейчас это, конечно, для вас вызывает отмылку девушек, на самом деле цветной телевизор, что вперед был достаточно большой республик, республик, и роскошью, если даже была возможность купить, негде было его купить, потому что просто не было продажи. И выглядели они совершенно не так, как сейчас эти плоские мониторы, а очень крупные, тяжелые, неказистые вещи. Вот это была моя первая покупка, мой первый заработок, и, в принципе, вот это, наверное, было бы правильно, что так у нас получилось. Бурак Шангерц, много из вас. Насколько ваши продукты экологические? Можем ли вы представить то, что они претят нашему здоровью? Абсолютно, со всей уверенностью я вам заявляю, что это так. Один простой пример. Вот из природоведения известно, что пчелы и шмели, они летают только там, где чистая природа, чистый воздух, и экология не нарушена. Так вот, все продукты, то есть все овощи и фрукты, которые вы видите, мы здесь выращиваем, ягоды, они окуляют с растения для того, чтобы получить сплоты. Так вот, окуление происходит, шмелями и пчелами. Если они таким образом работают, что мы получаем рекордные для мира даже урожаи, значит, эта продукция экологически чистая. У нас, в принципе, нет ни грамма химических элементов, которые мы применяем для борьбы с вредителями. Вот в ролике подзвучала фраза биометод, то есть только биологическими методами защиты растений занимаются на производстве нашей. Вкратце, биологический метод состоит в том, что вот травоядные мелкие жучки, которые выдают плоды, огурцов и листики, выедаются плодоядными другими их аналогами, которые не интересуются растениями, а интересуются именно вот этим другим покушками. поэтому этот экологически чистый продукт абсолютно точно. на вашем сайте есть информация, что человек без опы может заработать 40 тысяч рублей. Сколько может заработать человек с опы? ну, ну, там 45 тысяч без опыта может заработать, конечно. там так написано, да? на самом деле, тут, наверное, знаете, в чем дело. Есть категория работ, на которые мы принимаем людей действительно без опыта работы и без дополнительного образования. Например, у нас даже школьники работают. есть операции, которыми люди легко обучаются в течение там 1-2 рабочих дней. И, в принципе, в летний период, когда массовые работы ремонтные ведутся, такие возможности есть. Но, что касается вот средней заработной платы на комбинате, может быть, вы тоже там где-то читаете, она была 50 тысяч рублей. Это одна из самых высоких зарплат средних в республике. А. Р. Главович, а вот есть ли возможность для старших вас летом как-то с нами связаться, чтобы надо было трудовать на элегантность и чтобы дети могли заработать без обмана и снять? Совершенно. Это у нас в практике достаточно много школьников работают у нас в детний период. У них свой рабочий график. По трудовому законодательству вы знаете, что до 16 лет дети работают 24-часовые рабочие недели, от 16 до 17 они работают 35 часов в неделю. И есть еще раз говорю операции, которые можно делать без специальных профессиональных навыков, обучаясь там в течение рабочего дня. И в принципе это все действительно возможно. Спасибо. Я Ардуков Марк и у меня к вам вопрос. Сколько еще подобных ваших мультипличных комплексов нужно построить в России, чтобы полностью обеспечить наши потребности? На самом деле сейчас именно последние три года была очень сильная поддержка Министерства Сельскохозяйственной Российской Федерации в плане субсидирования строительства теплиц. И в настоящий момент уже действует более 3000 гектаров теплиц на территории РФ. В принципе вот это то количество которое было необходимо чтобы обеспечить минимальные нормы потребления то есть медицинские нормы потребления овощей закрытого грунта в России. В принципе этот вопрос как бы решен тем более что очень много завозной продукции Испания, Иран даже Марокко производит огурцы, томаты, турцы очень много производят и все это приводится к нам. Из-за этого очень большая конкуренция у них стоимость продукции очень низкая поскольку там нет и дат и затрат и дешевая рабочая сила и нам очень трудно бороться с засилием вот этих вот импортных овощей и вот раз уж мы здесь собрались и прошу передать родителям то что мы иногда видим супермаркеты значительно дешевые чем в ящиках в которых написано тепличный комбинат майский или другие российские комбинаты более дешевые овощи овощи не должно вас подталкивать покупки этих овощей потому что это я вам говорил что у нас экологически чистые продукции там я с абсолютно точно уверенностью могу сказать что это не так то есть они даже средний срок хранения огурца 4-5 дней в принципе он после этого тоже съедобят но как бы он начинает гордиться потому что у нас огурец вы можете кушать огурец которые две недели и больше в принципе там не то что позже там уже редко это там несколько проще но все равно поэтому призываю всех покупать именно нашего производства хотя в российском пусть не тепличный комбинат но российского производства тоже касается и других и яблок и груш и других продуктов которые приводят из-за границы а во сколько лет вы начали работать сейчас посчитаю 22 года ну да советский перевод было принято то есть после окончания школы я заканчиваю институт и идем на работу вот так у меня и получилось 17 лет я закончил школу 22 я закончил институт и сразу пришел в личный комбинат масти у нас у меня там работали родители и папа работала и мама и вот директор комбината подумал что в принципе и сын можно поработать начал работать я просто инженером по автоматизации и вот постепенно вырос заместитель руководителя у нас в принципе на комбинате очень сильно приветствуются потомственные то есть как бы династии у нас уже третье поколение там у некоторых семей есть поскольку в истории комбината уже насчитывает 45 лет поэтому вот так получилось у нас такая ситуация вы сейчас находитесь в нашей школьной столовой каждый день дети приходят обедать часто мы видим что они салаты овощные не берут и когда говорим а почему ты не берешь салат а я овощи не ем вот можете вы убедить наших ребят в том что все-таки овощи обязательно нужно кушать и что это необходимо организму каждому и если можно вот вы видите минимальное минимальный объем овощей в день сколько человеку это надо на самом деле этой маленькой ложечки наверняка не хватит которая здесь надо еще нужно кушать да мы с другой у нас еще один общий интерес есть мы много лет уже практикуем здоровое питание то есть допустим лично я никогда не курил никогда не злокопреплял никакими продуктами напитками вот и последние годы мы изучаем этот вопрос есть некий баланс для того чтобы человек рос должен быть баланс поступающий в его организме питательных веществ витаминов микроэлементов и так далее так же как и растения так это нужный человек так вот если мы кушаем только допустим один кекс или там выпечку то мы получаем определенный набор элементов и если это происходит каждый день ты получаешь только один набор но у тебя не поступают другие допустим витамины а и б ты получаешь а витамин с и д не получаешь в результате начинают страдать какие-то ваши функции организма или какие-то способности вашего организма появляется усталость так вот чтобы этого не было нужно полноценно в рацион включать и продукты с животными жирами растительными жирами с клетчаткой с витаминами разного рода соотношение между овощной фруктовой тарелкой то есть овощная фруктовая составляющая вашего рациона должна быть примерно примерно думаю что половиной всего остального то есть есть половина вашего рациона это фрукты овощи и другая половина это уже дальше мясо рыба и так далее а у вас бывало когда-нибудь такое то что вас на работе злили ваши коллеги и вам хотелось идти нет злили это конечно бывает можно сказать остаться не часто но из-за этого ходить я никогда не думал работа это так сказать вот так же как ваша учеба вы же тоже иногда с удовольствием наверное идете в школу иногда вам не хочется потому что там контрольная работа или там вы не готовы к чему-то так же и на работе иногда что-то гладко идет иногда негладко но тем не менее в этом состоит наверное жизнь то что нужно уметь преодолевать трудности и идти к своей цели поэтому мы нашими учененными так же как и с руководителями всегда стараемся найти общий язык без таких острых углов обойти их и прийти к общему даю выгодному решению конфликта или вопрос здравствуйте а есть ли у вас мечта которая еще не исполнена заветная есть я говорю что мы очень любим путешествовать вот недавно мы начали вести некий ну как бы реестр или список в каких странах мы были в каких городах мы были и вот наша сейчас мечта посетить 100 стран мира как не но мечта должна быть хорошей мы пока только 20 с небольшим странам сетили но стрелимся лучше а что в вашей продукции вам нравится больше всего ну лично я люблю томаты я люблю томаты честно хотя все вот мы уже много лет кушаем свои продукты в семье и в принципе ни одного дня не проходит чтобы мы не нарезали горчиком или помидоры или что это салат все это не переводится у нас на столе и как ни странно это не надоедает это действительно вкусная продукция я бы должен сказать что европейцы они подходят как-то по-другому у нас одним из главных качеств продукта который мы производим должны быть его вкусовые качества не только размеры внешний вид но и вкусовые то есть томат он должен иметь определенную сладость огурец должен иметь определенную ароматность поэтому наверное они действительно вкусные и не надоедряют что бы не нравилось вашей работе что вы хотели бы обновить не нравится я занимаюсь ей 23 года если бы она мне очень сильно не нравилась наверное я бы когда-нибудь все-таки перестал ей заниматься единственное что меня может быть не устраивает это практически ненормированный ни по времени суток ни по времени года рабочий график то есть у нас растения есть живые вот и они требуют ежедневного ежечасного внимания поэтому у нас очень мало выходных дней единственное воскресенье вот и праздники вот если вы новогодние каникулы у всех есть а у нас только мы 1 января допустим и 2 уже выходим на работу вот наверное вот это не очень мне нравится а все остальное хорошо у меня вопрос у вас была стажировка за границей и обмениваетесь ли вы опытом зарубежными специалистами да была дважды в 2000-м и в 2010-м году я проходил как бы повышение квалификации Голландии Голландия является законодательностью мод на протяжении последних лет 40-50 тепличного обучиводства и все самое передовое самое новое самое инновационное все что есть в этой отрасли оно приходит оттуда вот на 2 недели мы туда отправлялись и изучали все новое все что есть и вот в принципе все что мы там изучили в итоге внедрился на нашем производстве какие магазины вы поставляете свои продукты практически все супермаркеты которые мы посещаем являются потребителями нашей продукции и в каждом магазине они должны быть и есть но я я бы рекомендовал у нас есть еще выездные точки и очень много маленьких магазинчиков в виде газелей может быть кто-то видел они красочные на их бортах нарисованы наши плоды наши реквизиты и так далее и еще одно очень хорошее место это в агропарке Казань есть очень большой павильон там всегда очень свежая продукция в полном ассортименте и по ценам которые мы устанавливаем у себя на комбинате а не те которые с наценки устанавливают торговые торговые сети которые порой бывают в два в два с лишним раза выше чем наши цели а какая вам понравилась больше всего страна ну тут я наверное все таки наверное буду банально но нам очень понравился Париж Франция Ахмедяна Варина девятый авгас вот сейчас восьмые и девятые классы выбирают свою жизненный путь как вы выбрали его и почему именно ну как сказать еще когда учился в школе я всегда просил папу выписать журнал если может быть родители помнят юный техник был такой журнал там рассказывал как своими руками собрать радиостанцию или еще что-нибудь подобное ну с детства увлекался вот я именно оборудованием автоматикой и так далее ну и судьба и привела в итоге Казанский авиационный институт в котором я проучился и после этого переработаю в этой отрасли а вообще то что касается выбора вашего дальнейшего пути нужно просто послушать себя у каждого есть внутренний голос внутренние ощущения конечно папа с мамой могут направлять детей стараться сделать кто-то хочет спортсмена сделать кто-то еще что-то но ребенок должен мне кажется осознанно не осознанно но как-то подойти самостоятельно к выбору своего дальнейшего пути можно тридцать вопрос нашего целого завтра три главных ценности вашей жизни на самом деле больше про продукт на нашем столе я с удовольствием ответил на этот вопрос потому что здоровье это одно из немногих вещей которые нельзя потом приобрести его надо оно дано с детства его надо сохранять как можно дольше беречь потому что через 30 лет когда его может быть не станет то вернуть его будет очень сложно образование нужно доложить 50 лет а если 50 ты уже до 50 лет даже заработал кучу болезней от них количество достаточно сложно вот поэтому его надо перечить с детства и поддерживать третье знаете мой жизни опыт показывает что третье наверное все-таки это по человекам слово вот если ты держишь даешь слово то ты должен его выдержать как бы черпать то не стоило но если ты уже узнаешь что не можешь его дарить то лучше не давать то есть быть человеком слово это для меня тоже одна из основных жизненных ценностей спасибо огромное очень скромно рядом сидит супруга я сам Хайдаров во-первых хочу сказать я учу уже третьего вашего ребенка замечательная была Алия который выпустился в 2012 году чудесно совершенно эскадер это 2016 год и спасибо вам огромное за таких замечательных детей и за Азамата который сидит сейчас за пультом компьютера нашего первого помощника во всем вопрос назовите самое главное качество вашего супруга потому что он про вас очень много говорил я знаю что это действительно так а вот что вы в нем цените больше всего может быть что-то скажете сейчас что не говорили мы никогда что я надеюсь больше всего мужа, но, во-первых, наверное, трудолюбие, потому что человек всего себя добивает, если он трудолюбил. Если он, извините, я и в лодере, я детям говорю, если в лодере, то вы даже пятерку, наверное, по любому предмету не получите, потому что все нужно через трудолюбие, это обязательно. Второе, что я в нем ценю, он очень добрый. То есть, что бы мы ни делали, как бы мы ни косячили, особенно три ребенка, это всегда доброта. На первом месте всегда, я всегда детям говорю, что бы вы ни сделали, ну, допустим, даже не то, что положено, может быть, я всегда, мы всегда, вы можете прийти домой и вас поддержим, мы будем вас любить и никогда не ругать, и всегда будем на вашей стороне. Это, естественно, доброта, и доброта от мужа идет. Такие качества, как трудолюбие, это обязательно пунктуальность у него всегда. Если он говорит, что он придет настолько, он всегда придет, потому что проживаясь человеком много лет, понимая, что пунктуальность – это очень важно, это очень действительно важно. Что еще есть? Он очень любит детей, он очень любит родителей, он очень, скажем так, хорошо очень ко мне относится, потому что мы с ним были знакомы еще со школой и не дружили тогда, не знали друг друга, но поженились мы всего через два месяца, как стали близко дружить. То есть я просто всегда уже видела, что он очень добрый, очень приятный, очень умный, он всегда был у него в школе, у него золотая медаль, два высших образования, красный, дом. Да, потому что умный человек – это всегда интересно. Путу, рядом с умным человеком, это всегда интересно. Когда человеку интересно по жизни, наверное, это на всегда и на долго. Спасибо огромное. Вот хорошо, что у вас это сказали, потому что обычно у нас такое бытует мнение, что трошники самые успешные, у них у всех фирмы, а отличие как бы не обязательно. Но видите, все вам нужно сочетать. В общем, ребята, у нас сегодня была чудесная семья, не один, даже гость. Получилась программа, как будто пока все дома. Мы хотим вам подойти ежедневно, чтобы вы ничего не забывали записывать. Я знаю, что вы очень знаменитой человек. Пусть у вас все получается. Мы гордимся, что у нас есть такой замечательный папа. Оставайтесь с нами как можно дольше, может быть, ваш инок тоже дойдет на нашу школу. Собирается? Замечательно, то есть жизнь продолжается. Ребята, сейчас всем огромное спасибо. Давайте сделаем традиционную фотографию общую. Спасибо всем. Спасибо.